кулинарный стрим свиные шкурки у меня дед из них суп варил у нас есть такая хуйня называется маринованные свиные блять эти копытцы или как-то хуйня называется там короче свиные ноги вот и они маринованы в банке такой большой но это на юге в основном такое происходит марина как-то взял в китайском по-моему ресторане ножки куриные они прям такие как просто отрезанные куриные ножки это выглядело ужасно я не смог съесть нормально это самое кто-нибудь пробовал маринованные куриные яйца во я хотел про это спросить а это реальная тема то есть везде потому что в фильмах то не везде у нас здесь конкретно в оригоне нет ну то есть это где-то где-то есть наверно но это не мейнстрим прям скажем вот если на юге где-нибудь вот то есть там теннессии алабама миссисипи уязиана то там именно вот трехлитровая банка блять она набита куриными яйцами они маринованы то есть это такая они чищеные или не чищеные 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 вареные то есть получается да чищеные как их жрать там показано хорошо в убойных каникулах этот как называется такер и дейл против зла которые то есть там собственно это такер ну или дейл я не помню кто из них хуярит прямо из банки куриные яйца только маринованные блины да сша разве что говно не маринуют и едят не как раз таки все подряд маринуют в россии просто в сша есть местности в которых есть отдельные маринованные блюда которые звучат как полный пиздец это примерно на уровне жареных скорпионов они здесь тоже есть то есть тоже американское блюдо блять как бы или там какой-нибудь суп с бурбоном блять это блюдо из штата кентакки когда пиздануть бурбона блять в суд больше с водкой тоже нормально ну как бы то там именно тема такая что это примерно как когда в уху головешку окунают чтобы она с дымом была это же самая срань потому что у бурбона часто бывает привкус дыма то есть в особенности buffalo trace в этом плане хороший единственное что у него горлышко узкая почему проблема в том почему то что горлышко узкая правда является проблемой сейчас так сейчас объясню дело не в том что как бы я преисполнился блять мне нужны бутылки блять вообще от гитары и ты уже нет делал просто в том что туда не залазит дозатор наливашка стандартная которая в принципе универсальная подходит для всего вообще причем ее так-то можно засунуть если постараться 5 блять даже в бутылку водки в которой уже есть дозатор блять как бы фабричный вот я идеально встраивается блять вот но в buffalo trace не невозможно то есть будет протекать значит именно потому что бутылка слишком сильно эту хуйню сдавливает и все блять как мы пришли к этой хуйне да по поводу того что все подойдет клитор виноват клитор да все маринуют и едят да это это скорее про россию то что такая маринованные помидоры даже это экзотика почти везде какие-нибудь маринованные помидоры они помидоры еще нормально да я я не люблю бы даже мне консистенция не нравится типа ну типа текстура вот то же самое с маринованными грибами на мой взгляд это просто порча грибов блять то есть грибы надо готовить так чтобы у них был этот запах и вкус грибов а когда когда их маринуют блять ну ахуенно ну грибы со вкусом рассола заебись охуенно или грибы зажаренные с луком грибы со вкусом лука тоже заебись но вкус лука конечно это 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 приятно но вкусом лука можно наделить например картошку которой нет у кого-то охуенного собственного вкуса будет заебись будет охуенно но вам гриб грибов тоже своего вкуса так нет нет у грибов полно вкуса и как бы и и это самое и запах так далее просто ну как бы правильно надо правильно надо жарить так чтобы они не проебывали этот вкус как они маринуются кто кто маринуется яйца суши я и я не закатывал никогда то я ну теперь вообще не умею мариновать ничего это грабовых или нет я я пробовал один раз ну то так себе удовольствие но я побежь я вообще не фанат мы всего маринованного то есть я еще по россии как бы помню всякие блять маринованные грузди то есть грузь блять дара это очень дорогой гриб сам по себе то есть он блять просто по вкусу как рассол только при этом неприятной текстуры ну нахуй это надо маринованные моченые яблоки какие-нибудь в принципе то же самое шампиньоны как раз никого вкуса не имеют они шампиньоны да на шампиньон это такой дефолтный гриб простой это то еще ладно но опять-таки я даже шампиньоны предпочел бы как-то зажарить вот с там не знаю сливками какими-то яблоко в карамели ел-ел это американская тема яблоки с карамелью не печеные получаются да то есть смотри здесь есть тема что можно яблоко просто сырое нарезать и макать в карамель то есть окунают в карамель обычно яблоко тоже сырое вот она немного припекается по краям вот и из собственно как бы карамели горячая принципе можно и в холодную окунуть но она не застынет но это как бы не не настоящая карамель ну понятно короче о чем речь в начале смерти сталина на концерте сидела бабка с банкой куриных яиц да я вот еще потом эдисон панишера проходил недавно как бы там эти русские русские уголовники они блять про куриные про маринованные яйца блять чё-то пиздят да охуенно в россии все все блять маринованными яйцами обжираются легко приходишь блять кинотеатр пушкинский место попкорна блять маринованных яиц вот ну я кстати удивлен ну типа не удивлен я я и так знал но мне кажется странным что в россии не маринуют яйца то что учитывая блять сколько маринованной хуйни можно блять даже просто в магазине купить не говоря уже о том что там баба срака какая-нибудь в принципе может кстати мне кажется в россии чаще солят чем маринуют ну ну и то верно но опять-таки малосольные куриные яйца это прям скажем было бы на любителя это был бы такой я не ставят следующий левел сюрстреминга по-моему я не знаю малосольные огурцы топ вот это вот ну это то понятно это понятно да это это целая целая культура я бы сказал я бы сказал что вот эти все соленья которыми водку закусывают в россии это это скажем так аналог то есть вот в русской культуре питья всякие тонкие привкусы закуски да то есть чем там закатывали малосольный огурец и так далее они действуют по крайней мере занимали культурную нишу которую всякие привкусы бочки блять занимали у любителей виски на западе то есть потому что типа виски его просто принято пить просто так без блять закуски иногда запивают водой то есть орехи какие-нибудь ну то есть что что-то что не считается короче то есть так то его чистоганом принято пить и соответственно любители какой-нибудь культуры питья западные они обсуждают блять какой там нахуй привкус бочки привкус нахуй вишни еще кучу шауе который про проверить еще невозможно вот но тем не менее по вкусу все равно отличается как бы виски безусловным но просто вот и как и как идет потому что иногда бывает прямо ядреные которые примут неприятно под мягенькие но у градусов одинаковая да 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 то есть там вся всякая по палитра короче вкусов вот как бы в россии ну типа водка она особо не имеет палитры вкусов то есть водка это спирт с водой то есть да там конечно тоже она просто тупо бывает хорошие плохая то есть у нее как бы в общем-то по палитра она одна то есть континуум между очень плохой и очень хорошей все чем меньше в ней взвесить им она пищи как бы и поэтому культура питья она в россии на мой взгляд навсегда была вокруг закуски по большей части то есть всякое там сало эти селедки малосольные огурцы и так далее и все нюансы вкуса они были это есть когда кто-то что-то обсуждает как бы по поводу нюансов как бы вкуса за алкогольным столом таким то обсуждение они вообще обычно про то какой там урожай был этого там лучка блять там с чем захотелось сальца или чем такого сейчас ну блять и да да добро пожаловать я я уже 10 лет таком состоянии нахожусь примерно как как бы то есть мне блять постоянно хочется навернуть короче пиздануть себе стол значит где там короче сало настрогать короче тонко там значит всякого лука и так далее малосольных огурцов но я блять половину ингредиентов здесь просто не не достану их как бы нет ни в каком виде вообще там тем более селедка там какая-то доставка такого есть в москве можно там я понимаю блять потому что и спрос да это блять рынок он так работает нахуй вот но как бы нет такого варианта я могу только блять маринованных огурцов найти вот они у меня стоят долго блять периодически я могу ими прям обожаю маринован огурцы вот не знаю а почему именно вот но вот вкус отопить вообще лучше ничего нету да и за все пишут ты хочешь сделать русский стол но не русский круглый стол а нормальный блять русский стол где короче к к водке есть там сало селедка малосольные огурцы нормальные вот то есть мы обсуждаем русскую культуру питья что как бы на западе обычно нет оливье это блять back to the ussr блять оливье на самом деле к оливье мы его просто пожрать брать и все то есть как раз таки если вы если вы нажираетесь под оливье то у вас какие-то проеба по культуре питья очень сильные то есть оливье да да с докторской охуенно нет из у вас оливье с докторской или нет то а чё и а чё не сосисками тогда еще какая хуй разница типа сосиски и горошек то есть вот как столовку подавали который в банках д д д д не ну как бы оливье если что с мясом свареным но я как бы зрителям просто поясняю нас на всякий случай да то есть как бы я понимаю что типа можно сколько угодно блять анонировать на охуенную докторскую колбасу для достижения советских химиков и огромное количество людей покупают докторскую колбасу за рубежом блять то есть когда вот эти русские экспаты они как бы именно что ну вот эти колбасные мигранты они именно что покупают блять по доставке докторскую колбасу советского типа чтобы вот чтобы как культурный как культурные блять люди навернуть первое синтезированное мясо в оливье должен быть горошек да она с докторской колбасой нет нет с докторской колбасой просто многие делают с докторской колбасой но это хуйня и надо вареное мясо отваривать постное специально вот с постным мясом заявить еще есть люди которые в оливье лук не кладут это тоже ересь то есть там на самом деле должны быть во первых там два вида огурцов сырые маринованные и лук там должен быть и зеленый горошек но вообще основное там основные ингредиенты это яйца картошка и майонез как бы то есть это почему мы майонез лучше самим сделать то есть то что продают это все говнище до более-менее хотя на самом деле если вы и так делаете его блять если вы и так его делаете с блять колбасой как бы то какая хуй разница можете купить нахуй кальву это понятно да это типа уже посос ну я говорю если вы с колбасой делаете оливье то просто ну не тратьтесь и сосисок купите и нарежьте реально по вкусу разницы никакой не будет нет у нас в семье оливье делали из колбасой и с мясом потому что у нас в семье мы к согласию никак так и не смогли прийти какое оно должно быть на самом деле вот но то есть я пробовал и такой и такой и я еще странные всякие виды оливье пробовал вот не домашние и на мой взгляд с мясом он просто пищи просто лучше ну тоже советская колбаса говно извините блять ребят найти полной хуйни что пиже суп с бурбоном или окрошка ну блять окрошкой полный пиздец я сейчас не понимаю как можно жрать окрошку я тоже никогда не ем ее то есть это швическое блюдо за пределами совершенному его понимания то есть я понимаю я много чего понимаю и странного из русской кухни то есть там холодец с хреном блять заебись там или еще щевелелые щи и с яйцом блять то есть там все всякое такое это все съедобно это все заебись какой-то там блять я не знаю как капуста блять этого как на затушено там бикус вот это как бы тоже все заебись ну блять ну блять за залить овощи квасом блять это ну и или или кефиром она кстати такая такая бывает да да на кефире на квасе есть у меня в семье те родственники которые любили окрошку и именно с кефиром и ухуярили ну типа ну такое я если че я вообще холодные супы не я супы не очень я холодные суп вообще не люблю но блять окружка блять типа серьезно а чё бы блять пивом не залить нахуй тогда ну типа из одной серии там по-моему даже хуже бы квасом сладкий ладно оливье с курицей можно но блин с огурцами сырыми ты залей огурцы сырым майонезом таких там там ингредиентов много понимаешь то есть вот это маленькое количество сырого огурца что такого как бы в сыровом огурце это самое там это там это маленькое количество сырого огурца оно огурец дает прохладу понимаешь и скорее всего силу земли блять то есть он действительно он не меняет ни вкус не даже консистенцию сам по себе потому что там из ингредиентов там король там картошка яйца горошек блять что-то мясное соленый огурец ведь майонез лук лук отдыху я кстати должно с моей точки зрения вот как бы и да и сырой огурец тоже есть он он там теряется вот но когда он попадается такой палитра вкусов просто как бы оливья конечно каждая ложка уникальны меня мать пивом овощи заливает называет окрошкой и всему хорошо особенно мне когда мне было 11 лет а а а а а и 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 ну я там просто на пару секунд музыку поставил согласно академику и горову окрошка один из основных индикаторов русского человека предки древлян любит на квасе предки полян на кефире также есть люди которые не переносят окрошку в любом виде это чудь понятно понятно хотя бы мы самоопределились разве ресторана русской кухни в городе нет блять в городе на 20 тысяч человек прикинь нет ресторана русской нахуй кухни можешь себе представить охуеть у нас есть итальянский ресторан самое забавное но в нем блять сидит процент в 70 меню составляют бурита блять вот такой вот итальянский ресторан ну зато есть тирамису блять на десерт то ли ты не шаришь я понимаю прохлада и сила земли но не надо тут никогда не будет в нашем доме оливье с огурцом свежим и луком блять нет я лук сам себе буду нахуй резать потому что оливье без лука у него нет у него резкости не хватает понимаешь я я я к острой еде привык лук вообще-то то есть салат всегда должен быть лук мне кажется очень много вкуса дает да есть такое еще солянка есть ну солянка это просто были по моему рандомная хуйня которая осталась в холодильнике типа из которой делаться коричневый суп рутой солянка я особо не понимаю в чем суть этого блюда по моему то там просто рандомная говно какой-то даже в большей степени чем винегрет души винегрет еще туда-сюда хотя тоже выглядят как типа какой-то корейский рандом вот но солянка совсем пиздец не то чтобы она плохая все в принципе можно есть нормально все но из супов это мне нравится больше окон гороховые с копченостями гороховые хорошие но там конечно есть ограничение серьезное что это бля еда вечерняя так скажем так инструктор по риммингу 100 рублей зачем еще нужен личный водитель если не похвастаться перед нищими боями правда силе да любишь так авокадо так атака не люблю потому что их не удобно жрать то есть но типа это какая-то дикая хуйня то есть если уж вы делаете если вы хотите почувствовать вкус мексики то не буду шутить ладно сделайте буррито вот как бы нахуй так а типа из него все валятся полная хуйня да но если в плане вкуса то существует рыбные так а вот это реально посос блять вот этой хуйни я реально понять не могу авокадо нормально из мексиканского самое топовое это фахитос это когда тебе приносит короче вот тарелку с зажаренным мясом там с овощами все это вместе отдельно лепешки куча соусов и ты сам собираешь нравится и светом обожаю но и он мало где хороший тогда ну фахитос это изначально просто рубленое мясо либо курица в соусе авокадо авокадо ну смотря в чем понимаешь то есть само по себе я его конечно жрать не стану на его можно в общем то можно размазать на бутерброд на тост намазать можно нужно бекон сверху да кстати прям топ топово всяких вот в утренних завтраках если авокадо просто немного порезанный плюс ко всему он хорошо заходит с креветками авокадо хорошо идет а он и на вечер нормально ну типа это здоровые жиры всякие можно в авокадо например как бы ну типа вынул косточку и ложку сальса туда пизданул просто есть как как бутерброд такая ложечка получается вот но это не не моя чашка чая но многие так делают это такая вечерняя еда солянка это вообще картошка жареная с капустой и сосиской нет типа капуста тушеная с сосиской это блять тушеная капуста сосиска все тушеная капуста это по-моему бикусы есть если я не ошибаюсь а нас не бывает вкусная бывает прям совсем не очень потому что помню в детстве в детском садике вот я ненавидел тушеную капусту но если ее нормально готовят где-нибудь дома то она в принципе съедобная молочный суп с вермишелью у нас в школе был я когда учился да у нас была вермишель в молоке гречка в молоке вот вот это был пасос блять зря им больше хуйни по моему придумать из честно невозможно в целом это не отличается всех этих завтраков то есть там мюсли и так далее то же самое нет отличается потому что мюсли и хлопья они они сухие то есть они из контейнера да то есть которому они куплены высыпаются в тарелку и готовы к употреблению просто в них заливается молоко гречка равно как и вермишель она варится вареная да а потом уже уже вареная она заливается молоком иногда туда сыплют сахар и добавляют масло блять у нас в школе было так это пиздец я этой хуйни не понимаю до сих пор как мы перешли от отрезанного резиного клитора к обсуждению русской кухни ну как через метанимию так клитор на вкус соленый мы могли бы перейти к этому как называется третьей человеческой многоножки там у начальника тюрьмы была банка сушеных клиторов вот как бы с которым пригоршними и хуярил вот и говорил боже благослови африку что по поводу говяжьего языка я вот тупо из-за консистенции су я не ел никогда говяжий язык он салат по-моему тоже добавляется не употребляется помню тоже режется наверное а суши ты ешь я не любитель суши я если честно предпочитаю ну как раз таки вот это вот блять селедку как те хумус я не любитель кстати хумуса тоже ну равнодушен самая пиздатая когда совки запивают жареную картошечку или оливье горячим чаем есть такой я за я обосрусь просто в течение 15 минут если оливье блять горячим чаем запью мне пиздец когда нет жрал какую-то ебанину типа бычьего члена или чьи-то мозги не не от такого не было я ел котлеты из бизона причем не один раз и не два в ucla там просто на шведском столе были котлеты из бизона блять которые подавались с маринованным луком и ежевик и блять вот всякая ежевика и оленина подается еще видимо да что странно потому что вот эти всякие ягоды кислые они обычно к очень сухому мясу типа индейки значит но бизон он очень жирный бизона пер бизонь и молоко самое жирное из всех животных принципе то есть индейцы они его просто в кожаных мешках это бизонь и молоко закапывали с ним нихуя никакой бы не происходило земле просто блять она очень долго хранится потому что это почти масло от самого по себе с главным образом она просто не протухла свернуться она не свернуться вот значит как бы и бизон блять весь жирный блять пиздец с авокадо наоборот завтраки делают делают то делают блять аль ты видел американские завтраки вообще типа там рандомная просто хуйня начнем с сша американцы просто жрут десерт на завтрак по суде дела то есть вот эти вот блинчики с сиропом так далее ну типа я не знаю у меня это идет по категории к чаю но стоит делать с вас сладкое вообще не могу есть последнее время то есть неприятно на завтрак у него соленую рыбу красную я у нибудь сальса это аджика вам похоже на аджику да правда что в америке школах бургеры дают ну да вполне свекольный борщ уважаешь так это свекольный борщ так так этот борщ то есть я не понимаю ну да больше свеклой есть просто отдельный суп свекольник но ты не борща есть борщ свеклой делает я блять обожаю куриные сердца чет всеми ебанутом считают на мне нрав знаешь многим нравятся куриные сердца вот то есть это на самом деле популярная такая тема то есть а вот апостол например сам себе хуярит куриные сердца в сырном соусе вот сам хавает нормально я не люблю куриные сердца бычье кстати хорошие куриные нет бизонов не бизонов не всех истребили бизонов полно на самом деле просто они ну диких нету так то они пасутся не у нас здесь вот колорадо полно свекольный борщ это тот который не напили как у половины русских чего блять так то что идет к чаю быстрые углеводы лучше как раз в начале дня есть это то понятно но как бы люди обычно не жрут торт в начале дня правильно пишет как бы десерт да то есть вопрос пределы есть у всего необычьи яйца не ел екатерина 100 рублей висит но только на не высечь должна быть а recipe висит это чек который в магазине тебе дают селедку нарезать кубиком отварить свеклу яйца и картошку натереть все на крупной терке лук кубиком замочить его в соке лимона 10 минут чтобы хрустил и не вонял собираем салат селедка лук картошка мазик яйца мазик картошка мазик яйца картошка мазик свекла мазик подчищаем края убираем в холодос на два часа приятного аппетита я не люблю холодные сала ну типах салата не как право холодные все да я не любитель холодной еды в принципе и селедки под шубой в частности кантор спасибо за подписку три месяца какую рыбу любишь мы я когда жил в россии давно мы покупали в брикетах мойву в огромных нахуй брикетов огромное количество мойвы вот мы жарили с картошкой то есть я почти любую рыбу люблю прикольно у меня вот бывшая дораду запекала очень вкусно в духовке прям хорошо вот а потом я узнал со стрима вот админа что оказывается покупать замороженную мойву это вот самый экономичный способ жить в российской федерации последние лет десять мойва с картошкой короче экономисты подсчитали просто там типа по по калориям по по белкам по цене и так далее оказалось что вот домой